Герой не моего уровня Такого у нас еще не было Чему-то все возрасты покорны Любви А из какого произведения-то? Самое романтичное произведение Пушкина будет Молодые люди письмами обвинивались А потом умерли Сбылась мечта? Ой, не знаю, моряка, матроса Как не знаете, я не понимаю Я что-то эту фразу употребляю в своей жизни Знаешь, что это значит? Многие люди в своей повседневной жизни Любят использовать крылатые фразы Это помогает лучше пояснить какую-то мысль Либо же передать эмоции Сегодня у прохожих мы узнаем Смогут ли они закончить начало фраз Которые мы подготовили Ну что, пойдем проверять? Герой не моего Времени Романа? Да, романа Да, романа есть такая Герой не моего Времени? Не моего романа Герой не моего Уровня Такого у нас еще не было Времени? Нет, герой моего времени А герой не моего Это обычно могут девушки говорить Да, этот парень точно герой не моего Уровня Вот я помню слово, но забыл А судьи кто? А из какого это произведения? Вот тут птичек нужно вставлять Ну это что-то такое Тоже на слуху достаточно А судьи кто? Либоедов это А его произведения? Вставляем птичек А судьи? Это будет вопрос такой А судьи Кто? Кто? Да А судьи-то кто? Следующая А судьи? Кто? А судьи? Кто? А судьи? Кто? Чему-то все возрасты покорны Любви А из какого произведения-то? Это Пушкин Капитанская дочка Нет, это самое романтичное произведение Пушкина будет Молодые люди письмами обвинивались А потом умерли? Другой? Евгений Онегин Евгений Онегин Чему-то все возрасты покорны Любви все возрасты покорны Может, знаете, откуда это? Чему все возрасты покорны Любви Чему все возрасты покорны Любви Чему-то там все возрасты покорны Любви С корабля На бал А, откуда это? Это опять Пушкин Это опять Евгения Онегина. С корабля на бал. С корабля на плод. Бал. Нет. Я не знаю. С корабля на бал. С корабля на плод, кстати, тоже интересно. С корабля на... Бал. С корабля на... Бал. Сбылась мечта... Детство. Сбылась мечта кого? Ну, глупого человека, скажи. Дурочка. Сбылась мечта... Идиота. А чего вы так не скромно? Скажите, а может, что-то употребляете в своей речи? Конечно. Любив все возрасты покорны. Сбылась мечта идиота. Это любимые фразы. Сбылась мечта... Это как бы литературное даже ругательство немножко. Ругательство по тебе, Женя. Давай. Неприходно сейчас. Сбылась мечта... Ой, не знаю. Моряка, матроса. Как не знаете? Я не понимаю. Я что-то эту фразу употребляю в своей жизни. Сбылась мечта... Идиота. О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме... Ой, вот это обычно до конца фраза вот так и звучало. Типа о мертвых либо хорошо, либо ничего. Либо никак. Потому что все забывают об окончании этой фразы. Ничего, кроме... Кроме чего? Долгов. О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме... Кроме хорошего. О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме... Да, вот такая вот фразочка. Плохого. О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме... Правды. Ого. Вот это откуда вы это знаете? Ну, это продолжение известной фразы, которую никто не знает. О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме... Правды. Есть человек, есть проблема, а нет человека? Нет проблем. Есть человек, есть проблема, нет человека? Нет проблем. И есть человек, есть проблема, а нет человека? Нет проблемы. Есть человек, есть проблема, нет человека? Нет проблем. Есть человек, есть проблема, нет человека? Нет проблем. Дело время, а потехи? Час. Дело время? Потехи час. Дело время? Потехи час. Дело время? Потехи час. Дело время? Потехи час. сейчас сейчас будет очень сложно благими намерениями вымощена дорога в ад а благими делами дорога не так логично должно звучать намерение у тебя хорошие ты идешь в ад а если дела у тебя а если дела у тебя хорошие ты делаешь добрые дела ты идешь куда ну в рай да blame lam sly про сейчас уже это бер как-то очевидно было я думаю сложнее благим намерением вымощена дорога в ад а благим делам дорога в рай удивляются если это правда в рай слышали это честно нет только первую часть фразы последний нет а благим делам дорога в рай благим намерением вымощена дорога в ад а благим делам не должно быть наверно сильно логично то что в рай и сейчас такая сложная будет благим намерением вымощена дорога в ад а благим делам в рай любимая крылатая фраза может вас которую вы в жизни используете не все коту масленица ситуации последний использовали месяц назад и короче пытался понять что это вообще очень смеялся такая очень абстракт мне очень нравится значит не может быть всегда хорошо такую фразу больше всего может употреблять в своей жизни в разговоре гори сарай горих кстати кстати новую фразу подсказали вот там ребята пока были и мы тоже решили ее включить поэтому она будет первой и так первая фраза гори сарай спасибо несите ведра а гори сарай гори и хата а вы пишите в комментариях какую фразу используете чаще всего и смотрите наше следующее видео всем пока